Здравствуйте! С вами Марина Романюк. О том, как прошел вторник, прямо сейчас расскажут мои коллеги. Смотрите сегодня. Мокрое дело. Вандалы снова испортили пешеходный переход на таможню. Закатали в асфальт. На дорожный ремонт в этом году потратят больше обычного. Быть примером. Учеников 33-й школе сегодня торжественно приняли в кадеты. Когда папа-кукушка, у судебных приставов появились новые рычаги воздействия на линейщиков. Высадка деревьев, весенняя уборка – плановые работы Дирекции благоустройства города, помимо которых приходится справляться с последствиями действий несознательных граждан. Вандализм – явление, бороться с которым трудно. И от последствий его страдают абсолютно все. Раннее утро. Люди спешат на работу. Все идет своим чередом. А у надземного перехода возле остановки транспорта таможня кипит работа. Сотрудники отмывают с поликарбоната граффити, срывают наклеенные в неположенных местах объявления, закрашивают надписи на стенах. Все это появилось буквально за выходные. На данном этапе проводим удаление надписей специальными средствами с дальнейшей покраской. Хотелось бы обратиться к жителям с просьбой помочь Дирекции благоустройства в нашем непосредственном благоустройстве города, чтобы оказывали содействие нам. Мы будем очень рады этому. Содействие в данном контексте означает совсем, казалось бы, простое. Не портить городское имущество. Выкинуть мусор в урну, а не мимо. Не наступить на газон. Сделать замечание хулигану, который достал баллончик с краской, чтобы расчертить стену. Но пока что повлиять на вандалов не получается. Регулярно убираем переход. Но люди относятся к этому по-хамски. Постоянно закрашивают. Приходится постоянно. То бы делали плановую работу, а приходится красить, мыть, оттирать вот это все спецсредствами. Такое воспитание, наверное. Пять-шесть рабочих Дирекции благоустройства города. Половину трудовой смены потратят на то, чтобы убрать ненужные надписи на стенах и окнах перехода на таможне. Но знают, в следующие выходные, скорее всего, хулиганы вновь испишут все, до чего дотянутся. Потому что гражданское общество, увы, противодействует им слишком слабо. По крайней мере, пока. Только за последнюю неделю рязанцы оставили в соцсетях более 17 тысяч обращений по работе органов власти. Основные темы общеизвестны. Состояние дорог, благоустройство, вывоз мусора. В топе по жалобам Рязань, Касимов, Ряжский район. Заявил сегодня на правительстве временно исполняющий обязанности губернатора области Павел Малков. В повестке значилось 11 вопросов. И на первом же из них обеспечение жильем детей-сирот руководитель региона заострил внимание отдельно. Официальные странички регионального правительства в соцсетях, как одна большая жалобная книга. Почти 17 тысяч обращений только за прошлую неделю. Жалуются в основном на органы госвласти. Павел Малков решил это пресечь. Основные темы тоже всем хорошо известны. Это состояние дорог, благоустройство, вывоз бытового мусора, жилищно-коммунальные услуги ненадлежащего качества. Здесь в топе по жалобам у нас Рязань, Касимов, Рязанский и Ряжский район, город Сасово. Поэтому прошу от аппарата учесть эту информацию при организации моих рабочих поездок в муниципальное образование. Механизм приобретения квартир для детей-сирот начал давать сбои. Стоимость жилья на первичном рынке растет, поэтому, по словам в Рио-губернатора, первичные суммы субвенции надо актуализировать. И есть за счет чего. По итогам прошлого года, а это данные регионального Минфина, областной бюджет закрыли с профицитом почти в 2,5 миллиарда. То есть деньги у региональной казны есть. Поддержать поступление на том же уровне – это работать в связке с федералами. И здесь, коллеги, самый главный приоритет, я обращаюсь сейчас ко всем членам правительства, это максимальное участие во всех федеральных программах и проектах. Максимальное. Мы не должны упустить, потерять ни одной возможности. А это во многом зависит, в том числе и от качества бюджетного планирования. Поэтому заместителям председателя правительства, министрам под личный контроль. Еще один посыл от руководителя региона – снижение бюрократических барьеров. Теперь никаких увеличенных сроков рассмотрения недельных, месячных задержек в документообороте, чтобы времени, а это сейчас самый главный ресурс, было больше на производственные процессы. В Рязани приступили к масштабному ремонту городских дорог. Сумма на это в нынешнем году будет потрачена рекордная – миллиард восемьсот миллионов рублей. С конкретными улицами и сроками завершения работ можно ознакомиться на официальном сайте городадминистрации. Все документы доступны для скачивания. Тем временем ремонт стартовал сразу в нескольких районах города. На улице 9-я линия капитальный ремонт автотрассы. Передвижение регулирует дорожный рабочий, но такое неудобство местные автолюбители, похоже, готовы терпеть. Главное сейчас – полотно на проезжей части, а к нему подрядчик относится со всей щепетильностью. И так практически во всех районах Рязани. Работы выполняются одновременно во всех районах города. Подрядные организации работают на двух-трех участках. Это сделано для того, чтобы обеспечить автомобилистам более комфортное передвижение, связанное с ремонтом дорог. Стараемся работать и в ночное, и в дневное время в зависимости от того, какая улица. Если это улица в жилой застройке, то работы преимущественно выполняются в дневное время. На выездных магистралях можно работать по ночам. Аккуратно сейчас дорожники относятся и к школам. Впереди у выпускников ЕГЭ все работы на время проведения экзаменов будут приостановлены. А вообще масштабная реконструкция дорог в Рязани предполагает круглосуточную работу. Денег в этом году больше, чем обычно. Охватить ремонтом власти постараются все районы без исключения. Сумма на этот год на ремонт дорог выделена беспрецедентная. Почти миллиард восемьсот, если считать вместе с дорожной разметкой и модернизацией светофорных объектов. Большая часть контрактов по ремонту дорог уже заключены. В торгах находятся еще двухлетние контракты. Лето для дорожников будет жарким. Елена Сорокина призвала быть подрядчиков максимально открытыми. Жители города должны знать и место ремонта, и время, и сроки окончания. Во избежание неудобств. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Следующая история о том, как любовная интрижка завершилась прокурорской проверкой и судом. Неверная супруга, тайная переписка и пикантные фото. Иногда прокуроры примеряют и роль частных детективов. На протяжении пяти лет фигуранты этого дела состояли в интимных отношениях с соответствующим цифровому веку сопровождением – обменом пикантными снимками для подогревания интереса. Через некоторое время между ними произошла ссора. В результате чего они перестали поддерживать общение и осужденного, испытывающего чувство обиды к потерпевшей, решившего ее опорочить, возник умысел, направленное незаконное распространение сведений о ее частной жизни, составляющих личную тайну без ее согласия. Используя свой мобильный телефон, в памяти которого была сохранена фотография потерпевшей, не имея на то ее разрешения, переслал фото своему знакомому и попросил также переслать ее мужу потерпевшей. Приговором мирового судьи Михайловского районного суда мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей. Накануне Дня пограничников в 33-й школе сегодня торжественно приняли детей в кадетские классы пограничного профиля. Они созданы при содействии Управления ФСБ по Рязанской области и Голицынского пограничного института ФСБ Российской Федерации. Клятву мальчишек и девчонок выслушал Валерий Седов. В строю 28 ребят, учеников 33-й школы. В военной форме они неспроста. Через считанные минуты они станут кадетами. Своим громогласным клянусь, ребята обещают воспитывать себе человеческие добродетели, быть примером в учебе и военной подготовке. Примеры для подражания есть, даже не среди офицерского состава, а таких же школьников, как они. Вот Антон Бондарев, десятиклассник. Кадетам, как и эти ребята, он стал в пятом классе. Повлияла семья, тесно связанная с военной сферой. Я больше, наверное, вдохновленными. Хочу быть подражателем, быть такими же, как они, образованными, умными, служить Родине. Антон дослужился до сержанта. Заветная мечта – поступить после школы в Голицынский погранинститут ФСБ. Оценки у парня хорошо и отлично. Спортивная подготовка на уровне КМС по всестилевому карате. При поступлении все эти показатели свою роль сыграют. Есть мероприятия как спортивные, так и общественные. Когда ребенок участвует в этих мероприятиях, на него непосредственно руководство уже обращает свой взор и в дальнейшем поступлении помогает ребенку поступить в данное учебное заведение. Конкурс в Голицынский серьезный. Из всего кадетского класса в институт поступают обычно четыре человека. Требования жесткие. И те из ребят, кто выбрал себе путь военного, готовятся с пятого класса. Теперь после уроков у них будут курсы теоретической подготовки «Я кадет» и практической «Меткий стрелок». Строевую, конечно же, никто не отменял. Статистика говорит о том, что не все поголовно из тех, кто сейчас в строю, выбирают военную специальность. Однако то, что ребята воспитают в себе волевые качества, преподаватели и шефы им гарантируют. А с крепким внутренним стержнем пути открыто куда больше. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С 23 мая по 1 июня в Рязани проходит акция под названием «Судебные приставы детям». Взыскатели обращают внимание на исполнительные производства, касающиеся алиментных платежей. Об одном из них далее. Юлия Шилова читает своей дочке Полине книжку под названием «Сказочка с привидениями». Девочке 5 лет, 3 из которых она живет без отца. Не потому, что случилась трагедия, а просто папа так решил. Родители Полины развелись, когда ей было всего 2. После развода бывший муж, вероятнее всего, решил, что ребенка ему теперь тоже не нужно содержать, его не нужно, и не выплачивал алименты. В связи с этим, с исполнительным листом, я обратилась к судебным приставам и попросила их помощи в решении этого вопроса. Служба искала горе отца год. Он не то что алименты не платил, даже элементарного внимания не оказывал. Когда поймали и вручили административку, мужчина, условно говоря, кивнул и с тех пор на радарах не появлялся вообще. Долг до сих пор так и не погашен. Он продолжает копиться, вероятнее всего. Но на текущий момент меня это уже, в принципе, мало волнует, потому что для меня сейчас самое основное, что по обращению в суд и при помощи судебных приставов, собрав весь пакет документов, мне удалось и доказать, и лишить родительских прав. Ни на один суд мужчина так и не явился. И решение суда вполне справедливое. Теперь отец, уже только биологически, должен своему ребенку больше 400 тысяч рублей, плюс проценты, от которых даже лишение родительских прав не спасет. Управление Федеральной службы судебных приставов в Паризанской области предупреждает, что задолженность по алиментам при лишении родительских прав не отменяется, а, напротив, продолжит взыскиваться вплоть до достижения ребенком совершеннолетия. Что касается дальнейшей судьбы должника в вышеписанной истории, то ему предстоит погасить имеющуюся задолженность по алиментным платежам, чему может поспособствовать принудительное взыскание принадлежащего ему имущества. Теперь у Юлии есть два варианта. Первый – просто ждать. Судебные приставы продолжают поиск. Второй – куда интересней. Есть у службы такая практика, когда заявитель, то есть Юлия, подает в суд бумагу о признании должника безвестно отсутствующим. У мужчины аннулируются все документы, удостоверяющие личность. Долг за него маме с ребенком выплачивает государство. Пособие такое же, как при потере кормильца. А когда мужчина обнаружит, что документ у него, по сути, недействительный, в первом же паспортном столе ему предъявят сразу два долга. Один по алиментам – другой государству. И тут уже особо не побегаешь. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова